Всем привет! С вами снова Добрый Макс! И мы продолжаем проходить замечательную игру Sherlock Holmes против Джека Потрошителя Ну и напоминаю, что в прошлой серии мы довольно-таки значительно продвинулись Но при этом, по-моему, вопросов осталось больше, чем ответов Ну и давайте попробуем зайти в Imperial Club, насколько я понимаю Мне незачем туда идти Вот как? Imperial Club Я так полагаю, что нам и сюда тоже незачем идти Раз здесь все перегорожено Нам нужно вернуться на Миттерсквер По всей видимости Вообще убийство произошло где-то вот здесь, да? Во всяком случае, разговаривал мужчина с женщиной где-то вот здесь Заперто? Ну еще бы Это здание Большой Синагоги Лондона Так, туда нам есть смысл идти Давайте взглянем на карту Так, Imperial Club вот, Синагога вот То есть, соответственно Нет, Синагога вот А мы идем куда-то в ту сторону И причем нам, скорее всего, туда не надо Ну давайте попробуем прогуляться, посмотреть Может быть, это и не так Может быть, мы все-таки куда-то придем Мне незачем туда идти Ну да, совершенно верно Ладно, давайте возвращаться Обратно в Миттерсквер Мне только вот непонятно Значит, здесь, получается, произошло убийство Правильно я так понимаю? То есть, вот именно здесь Может быть, это и не так Ну да ладно Вообще, конечно, очень темно Единственный фонарь, который здесь висит Он висит совершенно не там, где это нужно По-моему Так, ну и что же А, ну вот нам можно сюда еще с вами сходить Я первый раз, когда проходил Я именно Точнее, не проходил А первый раз, когда заглянул сюда Я, честно говоря, даже не обратил внимания Вот на этот проход Я-то думал, что проход Ну помните, да, где совсем темнота Вот и есть Сент-Джеймс Песседж А вот на самом деле нет Давайте попробуем Продвинуться в ту сторону Темный узкий переулок ведет на площадь Сент-Джеймс Итак, найдем место, где обнаружили тело Эддоуз Так, ну, насколько я понимаю Вот это место То есть нам нужно вернуться Все-таки Или нет Ну, давайте Разве это вот не здесь? Насколько я понимаю Вот как раз мы зашли с вами в Чорч Песседж И завернули сюда В темное место Где вот помечено что-то крестом Так Но, по-моему, я опять что-то не понимаю Мне незачем туда идти Да, совершенно верно Так, а где же тогда было обнаружено тело? Ничего интересного Ничего интересного Все понятно Так А что вот это у нас за дверь? Никуда она везет Так, мне показалось, да? Давайте-ка мы посмотрим Записки по убийству Кэтри Недоуз Еще раз Так Значит, тело лежало в темном углу Миттер Сквер В известном месте встреч Из-за плохого освещения То есть, Миттер Сквер В темном углу Миттер Сквер А, вот здесь, наверное, да? Да, совершенно верно Итак, Ватсон, мы сейчас на том месте Где жизнь бедняжки Эду Страгически оборвалась Крайне темное место, Холлс Да, совершенно верно Скорее всего, именно по этой причине Убийца его и выбрал Послушайте Нам понадобится фонарь Так Понадобится фонарь Мы его откуда-то должны взять, что ли? Не совсем понятно Похоже, нам понадобится фонарь Так, ну давайте попробуем его снять А, вот, смотрите Скорее всего, фонарь стоит, да? Да, совершенно верно Интересная деталь Так, давайте-ка его зажжем Возьмите фонарь, Ватсон Так, ну вот Сейчас-то нам больше видно О, я чувствую, нас с вами сейчас Ждется тут что-то совершенно ужасное Голова повернута влево Видимо, убийца стоял справа от жертвы Теперь взглянем на нее спереди О, какой ужас Нос отрезан Но зачем? О, кошмар Что еще? Здесь только одна рана, Ватсон Она идет слева направо Чуть спускаясь по кривой Так Что еще мы можем здесь видеть? Веки отрезаны Так, ну и непонятно Что еще мы можем здесь? Какое мы можем еще? Что мы можем заметить, скажем так? Я, честно говоря, не вижу Обычно здесь всегда упоминание о земле Раскисшая она или нет Но здесь вообще мостовая То есть, на самом-то деле Вряд ли здесь что-то может быть раскисшим Хм То есть, мы до сих пор не обнаружили еще ничего, да? Щеки отрезаны Так Зачем и кому нужно было совершать подобного рода убийства? Странно, что... Ну да ладно А что еще мы можем здесь? Какой еще мы можем вывод сделать? Видимо, все Но обычно... Да, я вот, друзья, больше ничего здесь не вижу Но обычно, когда мы заканчиваем выводы То мы сами автоматически Смотрим на таблицу Так Так, а, все понятно То есть, здесь несколько вещей нужно просто рассмотреть Кишечник был вырван, чтобы открыть доступ к брюшной полости Так Основной разрез спускается от грудины к паху Убийца вскрыл брюшную полость, словно разделывал тушу Удалена почка Удалена матка Так Так... Рядом с рукой жертвы лежит наперсток Подобно конверту с пилюлями Чепмен и пастилой Страйт Предметы, разложенные вокруг жертвы, напоминают вам о чем-нибудь, Ватсон? Так Вырван кусок передника К этому мы вскоре вернемся Что еще? Внутренняя сторона бедер чиста Все же между убийцей и жертвой не было половой связи Да, это ужасно Ой, Холмс, это же настоящая бойня Совершенно верно Поймите, Ватсон, у преступника не было времени на деликатность У него было 7-8 минут, не более, чтобы убить и вскрыть женщину И все это в полной темноте Холмс, как вы можете так говорить о бедной женщине, жертве убийства? Подумайте о том, сколько времени он потерял И как сильно рисковал, нанося более 20 ударов ножом в лицо и низ живота Особенно в легкие и печень Эту вспышку ярости я сперва посчитал бессмысленной Однако я ошибался И в ней столько же смысла, сколько в удалении органов жертвы Ватсон, теперь нам нужно свериться с временной шкалой Начало которой мы установили в Датфилд Ярд Однако в этот раз мы постараемся проследить действия определенных персон В данном случае двух офицеров полиции Так, ну что же, то есть перед тем, как Свериться с дедуктивной таблицей Мы с констеблями сейчас будем разбираться, да? Ну что же, давайте Констебль Уоткинс выходит на Миттерсквер В час тридцать В час тридцать ночи Констебль Уоткинс не видел тела во время обхода Если констебль Уоткинс совершал обход тщательно А у нас нет причин полагать обратное Так как он обнаружил труп через четверть часа То убийство еще не произошло И на Миттерсквер никого не было Если только они не укрылись в тени Ватсон, войдите на Миттерсквер через Миттерстрит И попытайтесь найти меня с помощью этого фонаря Я буду там, где нашли тело Эдоус Так То есть вот со стороны Миттерстрит Мы входим на Миттерсквер В принципе, я-то его вижу, но, скорее всего Я вас вижу, Хоус Превосходно, Ватсон Ватсон, давайте взглянем на временную шкалу Так Угу Час тридцать Убийство еще не произошло Прекрасно, Ватсон Итак, мы можем с полной уверенностью утверждать Что убийство было совершено После половины второго ночи Так Мужчина и женщина спорят у входа в Чордж Песседж Час тридцать пять Мужчина и женщина разговаривают у входа в Чордж Песседж Мужчина пришел со стороны Олдгейт Так, ну и констебль Час сорок две Констебль Харви прибывает на Миттерстрит Ватсон, тут важно отметить, что констебль не входил на Миттерсквер Он не мог увидеть труп на земле Но заметил ли он мужчину Сидящего или стоящего рядом Отправляйтесь к проходу на Чордж Песседж И возвращайтесь назад Попробуйте посветить фонарем И разглядеть меня Я встану на том месте Где обнаружили жертву Так, не совсем понятно Но да ладно Так, вот мы идем со стороны Чордж Песседж И будем продвигаться сюда В эту сторону Я вас вижу, Холмс Чтобы увидеть меня, вам пришлось зайти на площадь Чего констебль не делал Поэтому, вероятно, убийца в это время еще был на месте Час тридцать Констебль Ваткинс прибывает на Миттерсквер Но не проходит дальше на площадь По-видимому, убийца был еще там Вот в чем дело, да? То есть, в тот момент, когда констебль заходил в час тридцать Уже совершалось убийство, да? Так, ну и что же? Обнаружено тело в час сорок четыре Час сорок четыре Обнаружено тело жертвы Ватсон, давайте отметим убийство несчастной Эдуус на временной шкале Ну давайте Так, значит, убийство, значит, было совершено Нет Вот в этом промежутке А, ну да, логично Как оно могло быть совершено, если мужчина с женщиной здесь спорили? Все верно Час тридцать пять, час сорок две Итак, убийство произошло в этот промежуток времени И заняло менее семи минут Согласен, Холмс Но доказывает ли это, что у нашего преступника было время на два убийства? Ватсон, давайте взглянем на временную шкалу Шелк Холмс и Ватсон добирались из Далфет-Ярд до Миттер-Сквер за двадцать минут Ну, конечно, времени хватило бы Вот, Ватсон Теперь мы можем быть уверены, что у преступника было достаточно времени на оба убийства Невероятно Взглянем на таблицу дедукции, Ватсон Так, давайте, да Это будет очередное мучение Потому что, так Потому что сейчас нам придется делать опять выводы Я очень люблю дедуктивную таблицу, но, как вы знаете, я иногда путаюсь с ней Так, разрез идет с правой стороны и немного наклоняется вниз Так С правой стороны и немного наклоняется вниз Ну, давайте, наверное, удар был сильным и быстрым, что ли Хотя, вполне вероятно, он хотел отрезать жертве голову Так, убийца ростом немного ниже жертва Рана аналогичная, нанесеный элстрайт Не знаю, насколько это верно Давайте дальше Вещь аккуратно сложена у ног жертвы Вырезан лоскут у передника Эдлс Так, какой же вывод мы можем здесь сделать? Ну, то же самое, да То, что вот было, это как вот подсказка Это предыдущее убийство Убийца Эдлс хладнокровенно собран Центральный разрез спускается от грудной кости к паху Так, и здесь сразу два вывода можно сделать Так, для начала, что у нас? От грудной кости к паху Да нет, убийца резал живот как хирург, скорее всего Или наоборот Да, это то, что сказал Холмс как раз Словно животному Так, ужас какой-то Так, центральный разрез спускается от грудной кости к паху Так, убийца Эдлс правша, это понятно Так, и соответственно Эдлс была убита так же как страйт Убийца Эдлс задушил жертву И низкорослый левша Пожалуй, вот это вот я могу сделать Что она была убита так же как страйт Прошу прощения Так, ну и что же Ну да, единственный вывод, который можно сделать Что убийца Эдлс из страйт, возможно, один человек Так, ну что ж, пока Выводы, которые мы с вами делаем, верны Давайте дальше Все вещи женские принадлежности Так Давайте так Сначала начнем с этого Рядом с рукой жертвы найден наперсток И вывод Эдлс держала в руке наперсток Да, совершенно верно Потому что он всегда отвлекал жертв тем, чтобы они что-то доставали из карманов Так, печень легкий Эдлс иссечены У Эдлс вырезана матка и почка Отрезаны веки Отрезаны щеки Вывод, который мы можем из этого сделать Эдлс разбирается в анатомии Ну, все то же самое Так, и все вещи женские принадлежности Все предметы принадлежали жертв Так, убийца Эдлс трансвистит А фетишист и обыскал Мне кажется, он трансвистит Нет? Ну вот Убийца обыскал Эдлс Совершенно верно Мне уже дурно Мы не можем вернуться Не можем, Ватсон Нас ждет финал Вы помните пропавший лоскут белого фартука? Он был найден недалеко отсюда, у входа в здание Туда мы и отправимся Туда мы и отправимся Подождите Так, записи по убийству Катерина Эдлс Давайте-ка посмотрим Так Сторож Так, дверь Стоит отметить, что в особенности Также беломужской жилет Часть вещей в члене просто были найдены возле тела Вот, из белого передника жертвы был вырван клок Констебль Альфред Лонг обнаружил недостающую часть Около 2.55 в ночь убийства Так, лоскута не было, когда он совершал обход в 2.20 ночи Окравленный был найден около входа в дом 108-119 Вентверт Модул Двеллингс на Голстон Стрит Угу То есть нам нужно на Голстон Стрит Верно? Витерский, вот Голстон Стрит Выжигаемся Ну, эта серия у нас как-то с вами поживее идет, да, друзья? Из дедуктивной таблицы нам удалось справиться практически с первого раза Мы на месте, Ватсон Ночью Голстон Стрит объята кладбищенской тишиной Что идеально подходит для проведения эксперимента Скорее, отыщем подъезд, где обнаружили лоскут передника жертвы И таинственную надпись мелом Так, ненадолго прервемся Так, ну и продолжаем Так Давайте пройдемся вперед Так, 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 так Отыщем подъезд, где обнаружили лоскут передника жертвы И таинственную надпись мелом Так, и В документах Давайте посмотрим 108, 119, по-моему Да, около входа в дом 108, 119 в Энтвард, Модул, Двеллингс 108, 119 96, 107 Да, вот он, 108, 119 Мы чуть не прошли мимо Вот место, где констебль Лонг обнаружил лоскут передника и надпись Попробуем восстановить ход событий Не забывайте, что той ночью шел дождь в отце Скорее, найдите мне что-нибудь, из чего можно полить стену Пока я попытаюсь написать на ней кое-что мелом Так, отлично Жидов больше не будут винить без причин Но что это значит? Вообще, вы знаете, вот эта надпись... Вы нашли, из чего лить воду, Ватсон? Секунду, секунду Найти емкость и воду Холмс, позвольте напомнить вам, что сейчас ночь и на улицах ни души Вы знаете, вот эта надпись, она вполне может означать, что если в прошлый раз, значит, не было причин винить жидов То сейчас, как бы, это получается, что они убийство совершают И сейчас уже есть причина, почему их нужно винить Ну, я надеюсь, что из моих путных объяснений вы понимаете, о чём я Жидов? Так, ну что ж, и ладно, давайте попробуем на самом деле найти емкость Воду Где её можно было бы найти А, подождите, ну зачем вот я оттуда ушёл? То есть можно просто подняться наверх и поискать там Так, а я не могу туда подняться Значит, получается, я и здесь тоже подняться не смогу Мне незачем туда идти Да, совершенно верно Мне незачем туда идти Ну тогда давайте прогуляемся в ту сторону, потому что там вроде бы что-то есть Какая-то бочка Отлично Вода Так, и сейчас нужно только найти ёмкость Самое главное Но ёмкость мы сейчас с вами тоже быстро отыщем Насколько я вижу, где-то есть ведро Точнее, не вижу, а догадываюсь, что где-то есть ведро В котором мы могли бы что-то Так, а что это означает? Так, так, посмотрим Хм, вот это интересный момент Зачем мне нужно было катать этот ящик? Понятия не имею А, ну то есть мы его подкатили, чтобы забраться наверх, что ли, получается? Ух ты, вот ничего себе На самом деле это совершенно случайно Садовая лейка То, что нужно Но как же её достать? Элементарно Садовая лейка Так, минуточку То, что нужно Но как же её достать? Я же уже взял вот этот крюк Видимо, я что-то ещё должен найти, да? Одного крюка, по всей видимости, недостаточно Так, ну давайте тогда попробуем спуститься И поискать что-нибудь ещё поблизости Какую-нибудь, может быть, верёвку Да, здесь, видимо Какое-то подобие рынка, что ли Так, так, посмотрим Ну и это, по-моему, логично Да нет Получается, что Нам только лишь верёвку нужно использовать Так, что ли? Ну сейчас посмотрим Сейчас проверим, друзья Садовая лейка Так Понятно Значит, ещё что-то нужно найти Давайте прогуляемся Так Старый деревянный шест Уверен, его выбросил кто-то из торговцев Ну вот теперь более понятно И свяжем всё это верёвкой Отлично И давайте двигаться вперёд Совсем немного нам осталось, видимо Проследовать Потому что я прям чувствую, что мы уже приближаемся Да и сам Холмс говорит, что Близится финал Так, отлично Давайте подойдём к бочке Отлично Так, ну что же Всё, что нам остаётся Это полить стену Жидов? Так Может быть, нам просто к Холмсу обратиться? Вот Холмс Да, совершенно верно Вот это интересный момент Постоянного переключения между персонажами Если надпись оставил убийца То до момента её обнаружения Прошло не менее 35 минут Попробуем выяснить В каком состоянии она могла быть Надпись не продержалась бы всю ночь под дождём Ну да В ходе расследования Событий ночи двойного убийства Констебль Халс Около 2.20 Осмотрел подъезды зданий На этой улице И не обнаружил ничего необычного Полчаса спустя В 2.55 ночи Констебль Лонг Обнаружил лоскут передника Кэтрин Эдоус А также надпись Начертанную мелом Надпись Не продержалась бы Ночь под дождём Если бы я продолжил поливать её Она бы стёрлась окончательно Таким образом Она была написана В тот же момент Когда был брошен кусок передника Это подкрепляет заявление Констебля Халса О том, что он не заметил ничего Во время обхода После обнаружения Надпись охраняли И прикрыли от дождя Это объясняет Почему её можно было разобрать В половину шестого Перед тем, как её стёрли Дорогой Ватсон Скажите Где был Констебль Смит Когда вы встретили его Во время обхода На тротуаре Или посередине дороги Посередине дороги Посередине дороги Холмс Я совершенно уверен Прекрасно Берите фонарь И отправляйтесь на улицу Изобразите патрульного Констебля Обязательно учтите положение Смита Как только увидите вход Где я использовал лейку Сообщите, если что-нибудь заметите Так, ну и давайте Возьмём в руки фонарь Так, и Светить нам нужно куда-то Вот туда Мне нужно продвигаться вперёд, что ли Нет, Ватсон Вы стоите не там Да, ну понятно, что Учтите положение Это понятно, что он должен Посередине улицы стоять Но Нет, он был не на тротуаре Может как-то так нужно передвигаться Так, вообще-то странно Может быть всё-таки мне нужно зайти на тротуар Вот этот момент для меня совершенно не очевиден Нет, Ватсон Вы стоите не там Так, давайте посмотрим ещё раз диалоги Берите фонарь и отправляйтесь на улицу Изобразите патрульного Констебля Обязательно учтите положение Смита Как только увидите вход Где я использовал лейку Сообщите, если что-нибудь заметите Вообще непонятно Так, почему-то я стоял вот где-то Так, вот это середина, по-моему, да Я начал стоять вот отсюда То есть, нужно что? Пытаться так вот продвигаться вперёд и всё Вообще непонятно, друзья Что я должен сделать Честно говоря Я в каком-то замешательстве Я занимаюсь чем-то не тем Как только заметите подъезд Где я использовал лейку Если вдруг что-то заметите То дайте мне знать Да, всё-таки вот некоторые моменты Настолько неочевидны в этой игре Ну, они и не должны быть очевидны, конечно Посередине дороги Прекрасно Сообщите, если что-нибудь заметите Может быть, что-то здесь я должен заметить Ну, как бы внизу Под ногами Лондон воркхаус Нет, я шёл Ну, точнее, не я А патрульный Шёл прямо По улице Посередине Но я ничего не вижу здесь Вообще ничего Так, где-то вот здесь мы начали Так, друзья Ну, единственное, что я могу предложить Это, разумеется Выйти из игры А, скорее всего, даже Не выйти из игры А, наверное, уже в следующей серии Продолжить эти изыскания То есть, как только Будет понятно, что нужно сделать Я начну следующую серию И мы с вами опять Увидимся и услышимся Ну, что ж, ладно С вами был Добрый Макс Увидимся в следующих сериях Всем пока